всем здравствуйте сегодня хочу предложить вам вот такую модель пинеток вязание этих пинеток начинается с нижней части с подошвы и подымается вверх в задней части пинеточки имеется шов который затем переходит шов на подошве этот шов не отличается от основного вязания и его вовсе здесь не видно и на ощущение совсем не грубые для вязания этой пинетки использовала узор под названием колосок резинка 2 на 2 и платочное вязание длина подошвы составляет девять с половиной сантиметров кого заинтересовала эта модель пинеток давайте приступим к вязанию вязание этих пинеток начинается из подошвы подошва провязана платочным вязанием вязать будем вот по этой схеме набираем на спицы 38 петель набираем классическим способом продолжаем набирать нужное количество петель набрали на спицы 3 38 петель первые два ряда вяжем лицевыми петлями кромочную снимаем и вяжем лицевые петли продолжаем так вязать все петли в конце ряда я буду провязывать кромочную лицевой петлей второй ряд провязываем также лицевыми петлями продолжаем вязать все петли до конца ряда в третьем ряду начинаем делать прибавки кромочную снимаем провязываем 1 лицевая делаем накид отделяем маркером далее вяжем 16 лицевых петель кромочная лицевая делаем теряем еще 1 лицевая делаем кромочную снимаем делаем 1 лицевой космодет rogue вяжем лицевой космодеттке но вяжем лицевой космодеттке 1 2 3 4 5 6 7 8 16 петель провязали отделяем маркером их делаем накид вяжем 2 лицевые петли делаем накид отделяем маркером 16 лицевых петель 1 2 3 4 5 6 7 8 16 лицевых петель отделяем также их маркером делаем накид 1 лицевая и 1 кромочная четвертый ряд вязания в этом ряду мы провязываем все петли лицевые накиды провязываем за заднюю стеночку далее 16 петель накид перебрасываем маркер перебрасываем накид провязываем за заднюю стеночку 2 лицевые петли снова накид провязываем за заднюю стеночку маркер перебросили далее вяжем 16 лицевых петель перебрасываем маркер вяжем за заднюю стеночку накид 1 лицевая и 1 кромочная лицевой ряд в этом ряду будут добавляться накиды в этом участке в средней части и здесь будут добавляться накиды 5 ряд кромочную снимаем 2 лицевые делаем накид далее 16 лицевых петель в средней части мы подошвы пинетки делаем накид здесь уже у нас четыре лицевые петли сделали 2 накид здесь 2 накид это в средней части так вообще уже нас 3 здесь начале ряда сделали 1 накид 2 и 3 накид далее 16 лицевых петель делаем 4 накид в этом ряду 2 лицевые петли и кромочная шестой ряд работы и в этом ряду все петли вяжем лицевые а накиды провязываем за заднюю стеночку продолжайте так вязать все петли седьмой ряд кромочную снимаем 1 2 3 лицевые делаем накид 16 лицевых петель провязываем делаем второй накид центральной части провязываем петельки 1 2 3 лицевые делаем 2 накид 3 4 5 6 петель делаем накид и далее продолжаем вязание провязав 16 петель делаем 4 накид вяжем 3 лицевые петли и 1 кромочная поворачиваем вязание в этом ряду все петли вяжем лицевые а накид и провязываем за заднюю стеночку продолжайте вязание так 9 ряд вяжем кромочную снимаем 4 лицевые петли делаем накид далее вяжем 16 петель делаем накид провязав 16 петель делаем накид здесь у нас 1 2 3 4 5 6 7 8 петель делаем накид снова вяжем 13 вяжем здесь у нас 16 петель затем делаем накид и довязываем петелечки до конца ряда 10 ряд в этом ряду провязываем накид и за заднюю стеночку лицевой петлей все остальные петли также вяжем лицевыми кромочную снимаем и вяжем лицевые петли накид за заднюю стеночку провязали продолжайте вязать все петли до конца ряда 11 ряд кромочную снимаем 1 2 3 4 5 лицевых петель делаем накид вяжем 16 лицевых петель делаем 2 накид здесь у нас 1 2 3 4 5 6 7 7 7 4 5 лицевых петель делаем 2 накид 8 9 10 петель в средней части подошвы накид провязываем 16 петель делаем накид и довязываем остальные петли до конца ряда 12 ряд и в этом ряду провязываем накид и за заднюю стеночку кромочную сняли 1 2 3 4 5 лицевых провязали и накид вяжем за заднюю стеночку далее идут лицевые петли а накиды провязывайте за заднюю стеночку провязали подошву на спицах у нас 58 петель провязана 12 рядов теперь надо еще провязать 5 рядов лицевыми петлями первый ряд вяжем маркеры убираем нам уже они не нужны продолжаем вязать лицевые петли вяжем до конца ряда второй ряд вяжем лицевыми петлями продолжаем вязать до конца ряда третий ряд вяжем также лицевыми петлями продолжаем вязать четвертый ряд также вяжем лицевыми петлями продолжаем вязание и пятый ряд вяжем лицевыми петлями продолжаем вязать до конца ряда провязали 5 рядов лицевыми петлями вместе с петлями что вывязывали подошву там у нас провязано было 12 рядов и здесь 5 рядов всего провязано 17 рядов давайте посчитаем сколько у нас получилось изнаночных дорожек 1 2 3 4 5 6 7 8 9 изнаночных дорожек провязано сантиметрах это примерно 4 сантиметра 5 рядов что мы провязали это у нас бортик пинетки далее будем вязать узор распределять петли для узора петли распределяем в такой последовательности 12 петель и с этой стороны также 12 петель затем 11 петель и здесь 11 петель в центре у нас находится 12 петель вяжем первый ряд первые у нас и тут 12 петель что мы отделили кромочную снимаем затем идет одна лицевая петля 2 изнаночные 3 лицевые 2 изнаночные 3 лицевые далее у нас идут 11 петель мы их будем провязывать лицевыми петлями 2 изнаночные средняя часть здесь у нас 12 петель распределяем в такой последовательности 2 изнаночные 3 лицевые 2 изнаночные 3 лицевые 2 изнаночные теперь у нас идут 11 петель и будем провязывать лицевыми петлями здесь на левой спице у нас осталось 12 петель распределяем их в такой последовательности 3 лицевые 2 изнаночные 3 лицевые 2 изнаночные 1 лицевая и кромочная поворачиваем вязание второй ряд кромочную снимаем вяжем 3 лицевые петли 3 изнаночные 2 лицевые 3 изнаночные 2 лицевые 3 изнаночные 4 изнаночные 6 средняя часть 12 петель здесь у нас вяжем по рисунку лицевые провязываем лицевыми у нас первые две лицевые изнаночные вяжем изнаночными петлями здесь три в данный момент провязали мы снова 2 лицевые 3 изнаночные 2 лицевые 11 петель у нас далее идет и провязываем их лицевыми петлями после маркера идут 3 изнаночные петли мы так их и провязываем 3 изнаночные петли 2 лицевые далее 3 изнаночные петли и здесь вяжем 3 лицевые и 1 кромочная провязали второй ряд вяжем 3 ряд кромочную снимаем 1 лицевая 2 изнаночные петли 3 лицевые 2 изнаночные петли вяжем 3 петли лицевые провязываем перебрасываем маркер здесь у нас 11 петель провязываем их лицевыми петлями перебросив маркер будем вязать среднюю часть где у нас на спице находится в на этом участке 12 петель 2 изнаночные петли 2 изнаночные петли 3 лицевые 3 лицевые петли провязываем одну изнаночную а теперь надо одну изнаночную которая находится перед маркером и одну изнаночную которая находится за маркером провязать их 2 вместе изнаночной петлей маркер сняли и вяжем 2 вместе изнаночной петлей поворачиваем вязание первую петелечку снимаем далее идет у нас лицевая петля мы здесь на этом участке будем вязать по рисунку затем идут у нас 3 изнаночные петли 2 лицевые 3 изнаночные провязываем 1 лицевая петля и здесь также надо будет провязать одну петлю перед маркером и одну петлю которая находится за маркером провязать их 2 вместе лицевой петлей маркер убираем изнаночную петлю я развернула теперь возвращаю их на левую спицу и провязываю 2 вместе лицевой за заднюю стеночку поворачиваем вязание те петли которые находятся у нас в средней части вязания их здесь у нас 12 петель это петли мысочка и мы его уже начали формировать нам и сучки пинетки провязана 4 ряда эти четыре ряда есть базовые провязываем один раз их теперь у нас идет пятый ряд первую петелечку снимаем не провязываем далее идет у нас изнаночная петля провязали ее теперь опускаемся вниз 1 2 3 4 четвертую петелечку и вытягиваем через нее петлю далее вяжем 3 лицевые петли и снова возвращаемся правой спицей в нижнюю где мы вытягивали петельку еще раз вытягиваем петелечку подтягиваем ее на спицу и оставляем так далее вяжем 2 изнаночные петли снова у нас идет 3 лицевые петли так же само отсчитываем вниз четвертую петелечку одеваем туда правую спицу вытягиваем петлю провязываем 3 лицевые петли снова возвращаемся в эту же петелечку что внизу мы вытягивали длинную петлю и поднимаем еще одну провязываем одну изнаночную петельку и вяжем 2 вместе изнаночной петлей поворачиваем вязание снимаем это у нас шестой ряд снимаем далее идет одна лицевая нить перед работой не что мы вытягивали длинную петлю перебрасываем на правую спицу далее провязываем 3 изнаночные петельки вытянутую петлю нить перед работой остается перебрасываем с левой спицы на правую вяжем 2 лицевые петли нить перед работой вытянутую длинную петлю перебрасываем вяжем 3 изнаночные петли снова перебрасываем петлю не провязывая вяжем одну лицевую петельку и 1 петля перебрасываем на левую спицу 1 лицевая петля не провязана у нас мы перебрасываем на левую спицу и будем провязывать 2 вместе лицевой я изнаночную петлю разверну и провяжу теперь 2 петли вместе за заднюю стеночку поворачиваем вязание седьмой ряд работы первую петельку снимаем далее вяжем 1 изнаночная петля теперь нам надо провязать снять снятую петельку вместе с лицевой петлей провязываем 2 вместе лицевой 1 лицевая и снова нам надо провязать 2 вместе лицевой петлей получается лицевая петля и вытянутая петелька мы их провязываем 2 вместе далее идет 2 изнаночные петли далее идут у нас 3 лицевые петли вытянутая петля и 1 лицевая нам надо и провязать 2 вместе лицевой петлей мы их можно еще развернуть вот так поменять их местами можно и затем провязать 1 лицевая петля идут снова у нас вытянутая петля и 1 лицевая мы их также провязываем 2 вместе 1 изнаночная петля теперь провязываем 2 вместе изнаночной петлей 1 петелечка по счету которая относится к мысочку пинетка пинетки и 1 петелька что относится к боковой части пинетки вяжем их 2 вместе изнаночной поворачиваем вязание это у нас 8 ряд первую петельку снимаем 1 лицевая 3 изнаночные петли 2 лицевые 3 изнаночные 1 лицевая и здесь надо провязать 2 вместе лицевой петлей поворачиваем вязание 9 ряд узор повторяем с 5 ряда по 8 снимаем первую петельку вяжем изнаночной 1 петля теперь опускаемся вниз 1 2 3 4 петелечки вытягиваем длинную петлю вяжем 3 лицевые в эту же петелечку опускаемся вытягиваем еще длинную петельку 2 изнаночные и повторяем 1 2 3 4 вытягиваем петельку 3 лицевые в эту же вытягиваем еще вторую петелечку длинную 1 изнаночные и 2 вместе вяжем изнаночной петлей повернули вязание это изнаночная сторона работы вяжем снимаем первую петелечку 1 лицевая снимаем не провязывая вытянутую петлю далее у нас 3 изнаночные петли 2 петелька вытянутая переснимаем 2 лицевые петли снова идет петля вытянутая переснимаем не провязывая 3 изнаночные петли петелечку переснимаем не провязывая 1 лицевая петля и провязываем 2 вместе лицевой петлей лицевая сторона работы в этом ряду провязываем 2 вместе лицевой петлей снятую петельку и лицевую затем одна лицевая снова провязываем 2 вместе лицевой петлей 2 изнаночные 2 вместе провязываем лицевой петлей 1 лицевая снова 2 вместе с вытянутой петлей провязываем лицевой 1 изнаночная 2 изнаночные петли поворачиваем вязание это изнаночная сторона работы первую петелечку снимаем 1 лицевая 3 изнаночные 2 лицевые 3 изнаночные петли 1 лицевая петля и провязываем 2 вместе лицевой петлей для мысочка надо провязать 5 вот таких колосков у нас провязано 2 значит надо еще повторить с 5 по 8 ряд три раза продолжайте вязать самостоятельно смотрите узор с 5 по 9 ряд я повторила провязала еще дважды всего нам источки один колосочек 2 3 4 таких колосочка у нас провязана на боковой части с правой стороны и с левой стороны до маркера у нас осталось по 2 петли надо еще раз провязать с 5 по 8 ряд повторить узор снимаем петелечку здесь у нас изнаночная 1 идет опускаемся вниз вытягиваем петельку провязываем 3 лицевые еще раз опускаемся вниз вытягиваем петелечку вяжем 2 изнаночные повторяем узор 3 лицевые и еще раз вытягиваем петелечку провязываем одну изнаночную и вяжем 2 вместе изнаночной поворачиваем вязание снимаем петелечку вяжем 1 лицевая снимаем не провязывая вытянутую петлю 3 изнаночные перебросили петельку 3 2 лицевые петли пересняли не провязывая 3 изнаночные пересняли вытянутую петлю 1 лицевая и 1 провязываем лицевая осталась провязываем с боковой петелечкой 2 вместе лицевой петлей лицевая сторона работы первую петелечку снимаем 1 изнаночные здесь провязываем 2 вместе вытянутую петлю из и лицевую петлю провязываем 2 вместе лицевой можно поменять их местами развернуть 1 лицевая снова 2 вместе провязываем 2 изнаночные а можно и не перебрасывать а вот так провязать и снова 2 вместе 1 изнаночная и теперь у нас остается перед маркером 1 петелечка мы их провязываем 2 вместе изнаночной убираем маркер и довязываем ряд до конца здесь у нас идут 3 лицевые петли 2 изнаночные 3 лицевые снова идут 2 изнаночные петли 1 лицевая и 1 кромочные поворачиваем вязание кромочную снимаем вяжем 3 лицевые петли 3 изнаночные петли 2 лицевые петли 3 изнаночные 2 лицевые петли 2 лицевые петли 3 изнаночные 1 лицевая и здесь у нас также остается две петли мы провязываем их 2 вместе лицевой петлей убираем маркер и довязываем ряд до конца здесь у нас 3 изнаночные идут петли 2 лицевые 3 изнаночные 2 лицевые и это петелька мы также ее провязываем лицевой петлей значит получается у нас в конце ряда 3 лицевые петли и кромочная на этом вывязывание мысочка окончена у нас здесь получается 1 2 3 4 5 колосочков мы провязали с вами на мысочек пинетки теперь мы будем вязать манжет пинетки вот будем вязать эту часть пинеточки здесь у нас колосочек повторяется трижды вот 1 2 3 раза начинаем вязать узор кромочную снимаем 1 лицевая петля 2 изнаночные здесь опускаемся вниз четвертую петелечку вытягиваем длинную петлю провязываем 3 лицевые возвращаемся назад ту же петельку вытягиваем еще одну длинную петельку вяжем 2 изнаночные и повторяем вытягиваем петлю провязываем 3 лицевые снова возвращаемся вытягиваем еще вторую петельку длинную здесь у нас идут 2 изнаночные петли и на мысочки также повторяем узор опускаемся вниз четвертую петелечку вытягиваем длинную 3 лицевые вторую вытягиваем длинную петлю 2 изнаночные и так продолжайте до конца ряда узором вязать в конце ряда провязали 2 изнаночные петли 1 лицевая и кромочная повернули вязание вяжем 3 лицевые петли длинную петельку пересняли 3 изнаночные пересняли петлю одну длинную что мы вытягивали 2 лицевые петли и так продолжаем вязание до конца ряда в конце ряда здесь у нас провязываем мы 3 лицевые петли и 1 кромочная повернули вязание это лицевая сторона работы вяжем кромочную снимаем 1 лицевая 2 изнаночные петли здесь провязываем 2 вместе длинную петелечку и лицевую 1 лицевая снова 2 вместе провязали 2 изнаночные петли снова провязываем 2 вместе 1 лицевая 2 вместе лицевой продолжаем так вязать до конца ряд повернули вязание это у нас изнаночная сторона работы кромочную снимаем вяжем 3 лицевые петли далее 3 изнаночные 2 лицевые и продолжаем так вязать изнаночные провязываем изнаночными лицевые провязываем лицевыми в конце ряда здесь у нас вяжем 3 лицевые петли и кромочная 1 петля провяжите еще раз самостоятельно с 5 по 8 ряд повторите колосочек провяжите а затем продолжим вязание вместе смотрите у нас провязана на манжете пинетки 12 колосочка провязана теперь давайте этот участок вязание 3 колосочек провяжем вместе кромочную снимаем 1 лицевая 2 изнаночные петли здесь вытягиваем петелечку вяжем лицевые петли сформировали колосочек будущий 2 изнаночные и повторяем так вязание до конца ряда в конце ряда здесь у нас провязываем 2 изнаночные и 1 лицевая и кромочные вяжите пожалуйста закон повернули вязание в этом ряду мы переснимаем длинную петельку кромочную сняли 3 лицевые переснимаем вытянутую петлю вяжем 3 изнаночные петли снова переснимаем вытянутую длинную петелечку 2 лицевые и так продолжаем вязание в конце ряда здесь у нас 3 лицевые петли и кромочная повернули вязание это лицевая сторона работы кромочную снимаем 1 лицевая 2 изнаночные петли в этом ряду мы провязываем вытянутые петли с лицевой петлей лицевая провязали 2 вместе 2 изнаночные снова вытянутая петля с лицевой петлей провязали 2 вместе лицевой 1 лицевая и снова 2 петли вместе провязали лицевой петлей продолжаем вязание так до конца ряда здесь в конце ряда у нас будет 2 изнаночные 1 лицевая и 1 кромочная у нас на манжете пинетки провязана 3 колосочка 1 2 и 3 колосок изнаночная сторона работы и в этом ряду мы будем провязывать все петли лицевыми провязываем так до конца ряда повернули вязание это лицевая сторона работы и мы здесь также будем провязывать лицевые петли переходим на вязание платочной вязкой все петли с лицевой и с изнаночной стороны мы будем вязать лицевыми и и должно у вас получится смотрите 1 2 3 4 5 6 изнаночных дорожек а затем закрыть петли закончили платочное вязание изнаночных дорожек у нас 1 2 3 4 5 6 6 изнаночных дорожек манжет высоту провязан 5 сантиметров будем закрывать петли провяжем первую петелечку лицевой следующую петлю также провязываем лицевой и перебрасываем петли туго не затягиваем закрываем петли свободно чтобы вверх изделия не стягивала продолжаем так закрывать все петельки закрыли петелечки оставили хвостик для сшивания пинетки теперь надо шить пинеточку по заднему шву и по подошве после сшивания пинетки продолжаем вязание манжета этот участок манжета провязаны резинкой 2 на 2 вязание здесь круговое петли для манжета набираем с внутренней стороны пинетки высоту у меня здесь провязана 17 рядов давайте посмотрим на этой пинеточки где надо набирать петельки выворачиваем вот так изделие набирать петли будем вот из этой изнаночной дорожки вот она спицу будем вводить в протяжку так что расположена ближе к нам вот в эту не в дальнюю а что ближе к нам вот из нее и будем поднимать петли берем нить другого цвета возьмем и вот так будем поднимать петельки следующая протяжка и так по кругу поднимаем петельки здесь должно быть у нас 36 петель мы должны поднять петли я разделила на 4 спицы вязала я здесь на 4 спицах и так продолжаем набирать петли по кругу вязание вот так смотрится вязание после поднятия петель и теперь надо продолжить вязание резиночкой 2 на 2 2 лицевые петли 2 изнаночные довязав манжет пинетки закрыли петли теперь надо в задней части пинеточки прикрепить бантик бантик я вязала платочным вязанием набирала на спицы 11 петель и провязала 14 рядов затем этот прямоугольничек взяла нить несколько раз обвить по центру и завязать узелок затянуть узелком завязать и вот такой бантик получается вот здесь у меня узелочки завязаны и теперь остается присоединить бантик в задней части пинеточки здесь закрепить его пришил бантик к пинетке нам еще надо проложить по низу пинеточки вот такой декоративный кантик отсчитываем от мысочка изнаночные дорожки вот 1 2 3 4 и в четвертую изнаночную дорожку будем проложивать кантик подымать петли будем крючком водить крючок будем в дугу что расположено дальше от нас не в эту что ближе вот к нам а в дальнюю и отсюда будем подымать петелечки сделаем петлю подъема и дальше подымаем в дальнюю петельку вводим крючок и провязываем столбики без накида так провязываем по кругу продолжаем так вязать по кругу пинеточки обвязав пинеточку сделали кантик такой декоративный на этом вязание пинетки окончено вот такие пинетки получились спасибо за просмотр